Привет, мои хорошие. Идем с Джеймсом к доктору, его к доктору-эндокринологу. Вас беру с собой. Жарко очень, оделось много. Привет, мои хорошие. Продолжаю видео. Пришли мы, сходили с Джеймсом к его эндокринологу. Через 3-4 месяца будет еще один визит. Он ходит, постоянно проверяется. Он не на инсулине, не на лекарстве. Он принимал Маджеро. Это тоже помогает с диабетом. Знаменитое лекарство для похудения еще. Знаменитые голливудские звезды принимают. Ну и не только. Так что у нас в холодильнике еще есть лекарства. Но он больше его не будет принимать. Посмотрим. 3-4 месяца. Может тогда вообще на инсулин. Или еще на что-то. Пока так. Так что сходили. Взяли перекус еще. Зашли в кафешку. Мы там не кушали. Взяли с собой. Пришли. Я поела, а он нет. Я взяла себе салат. Пекан. И с орехами пекан. Яблоко. Ну и курица гриль. Там с жареной картошкой. Фри. Поела. Вот. И взяли еще бургер. И это на ужин будет. Так что Богдан придет в 3 часа. Около 4-х он приходит. И покушает. Это уже у нас и ужин будет. Так что такие дела. А что я хотела вам это. О чем хотела поговорить. Так. Случилось. Не буду называть имена. Но просто у моей знакомой. Сын ушел из жизни. Представляете. Подросток. Я не знаю сколько ему конкретно лет. Вот 17. Просто время идет. Точно не знаю сколько лет детям сейчас. Девочки 17 ее. А мальчик наверное все таки ее старше был. Так что ушел из жизни. У нее трое деток. Первый ребенок уже взрослый. Он от первого брака. До и других деток было от другого брака. Она ушла и от этого мужчины. И вышла замуж на третий раз. Ну не важно какой раз женщина выходит замуж. Просто что дети не уходят из жизни. Просто так. Не знаю в чем конфликт был. Просто это так вот знаете до глубины души. Тяжело когда молодежь уходит из этой жизни. Когда люди уже там под 90 знаете. Это уже мы понимаем что пришло время. Дай бог крепости. Ну 90 уже. И я считаю до 100 уже доживать. Это уже лучше не надо. Лучше уже не мучиться. Это уже не жизнь. Я работала с одной женщиной. Ей было 97 лет. Она говорила это ж надо меня так бог не любит. Что он меня не берет. Так бог меня не любит. И хочет меня забрать. Где та смерть. Ой ну тоже жалко ее. Она. Я потом во Флориду переехали. И кто с ней там работал. Она упала сильно. И поломала шейку бедра. Бедра была в больнице. И там больница умерла. Почему и как это. Ну умерла. Так что она даже не дожила до 98 лет. Но она говорила что это не жизнь. Ну сколько интересных цитат из жизни. Сколько мудрости я у нее набралась. Может тоже когда-то о ней расскажу. Такая интересная женщина. Она с Одессы. Она говорила в Америке даже цветы не пахнут. Да что это за цветы. Они же не пахнут. Ну может и правда. Воздух какой-то другой. Вот нету этой свежести. Во Флориде так это вообще свежесть только зимой. А летом просто парка и все. Ну интересная. И вот она такая мудрая женщина. Она учительница по математике была. И говорит. Вот про войну рассказывала. Она была ранена. Рассказывала. Что молодость была. Что когда ты молодой. Получается ты энергичный. Ты можешь пройти все трудности. Вот Господь дает вот эту энергию. Задор бодрости. Желание жить. Желание радоваться. И вот она всегда говорила. Что была молодость. Молодость это вообще прекрасное время. Ну вот мы знаем свою молодость. Я вот как ни крути. А вот это свое лицо. Хоть я его вообще на задний вообще подальше. Чтобы на экран я была не такая на все лицо. Потому что пишут мои хорошие. Пишут, пишут и пишут. Ну что. Хочу вам сказать. Была молодость. Когда-то была красивая. Я ей уже давно тоже рассказываю. Когда-то была снегурочка. А теперь стала снежная баба. Ну вот. Снеговик. Ну что сделаешь. Вот. И ладно. Ну я не. Ах. Просто жалко. Что уходят молодые люди. И вот она сейчас горем убитая. Она верующая. Ну как так получилось. Просто даже не знаю. И в церковь не ходили. И она верующая. И все. И сын ушел из жизни. Я не знаю. Она вышла замуж третий раз. Все было у нее хорошо. Доченька. Вот она как-то общалась с дочкой. Со старшим сыном. Я как-то и не видела. Чтобы она там общалась. С дочкой постоянной. Каждую неделю. Смотрю на это. Ну жила дочка походу у папы. Вот у папы также жил и сын. Сын наверное на что-то маму. Обиделся на маму. Я так думаю. Сын. Что она ушла. К другому мужчине. Ну не знаю. Дело в том, что я с ней не разговаривала на эту тему. Но я так думаю. Что сыну где-то было больно за что-то. С мамой он не общался. Ушел наверное в себя. Папа сам по себе. А с мамой контакт потерял. И наверное с господом контакт потерял. И ребенок ушел из жизни. Это так больно. Это я не знаю. Я не знаю как. Как женщина может пережить смерть. Ребенка. Так что вот так вот с вами поделилась. Жалко мою знакомую. Мы дружили с ней. Но не буду просто рассказывать конкретно. Конкретно что и кто она. Просто очень не оживали. Так жалко. Все пишут. Все утешают. Словом по горю не поможешь. Дай бог. Чтобы она окрепла. Чтоб бог ей дал сил пройти это. У меня кстати Танюшенька. Она ведет канал. Который подпадривает тех людей. Кто потерял своих близких. Вы знаете. У нас не только счастье может быть в жизни. И никто не готов к горю. А горе бывает. И вот как вот в таких случаях вообще людям быть. И как дальше жить. Вот. И так как она потеряла брата своего. У нее мама и сестра были в Мариуполе. Брат выехал тогда. Но все равно знаете. У него сердце остановилось. Знаете что мама там. Там сестра там. У него просто остановилось сердце. Молодой мужчина. Очень молодой. И вот Танечка решила вести такое видео. Она медицинское образование имеет высшее. Также еще и психолога. Так помогает людям. Чтобы они нашли Бога. Чтобы они нашли утешение в нем. Но она говорит о том. Что когда-то мы с ними встретимся. И будет эта встреча радостной. Уже у Господа. Да. Так что. Так вот поговорила. Ой. Тяжело как-то. Правда тяжело. Иногда подростки уходят из жизни. И это сейчас очень большая проблема. Молодежь не справляется. И наверное родители заняты собою. Заняты какими-то делами. Чем-то усовершенствованием. Каким-то достижением каких-то целей. И забывают про детей. Знаете. Вот. Вроде бы росли-росли. Нянчились. Все в них вкладывали. Ребенок вырос. И может осталось чуть-чуть в него вложить. И где-то все спотыкается. Ребенок и уходит из жизни. Не выдерживает. Такого напряжения. Ой. Не дай бог. Да. Так что все. Ладно. Только обо всем хорошем будем думать. Все. Отключаюсь. Вот. Вот.